привет всем дорогие друзья с вами преподтрейдер сегодня вам покажу один из своих торговых дней торговать и буду как и всегда соблюдая строго принцип двух серий сделок могу их дробить или не дробить не имеет значения главное соблюдать вот этот принцип как учит нас парас давайте посмотрим сразу же на платформу на долларе к швейцарскому франку на 12 часах видим достаточно глубокое такое падение цены этой валютной пары на 30 минутах мне показалось что здесь начало в принципе флэта посмею предположить что возможно коррекция и заключаю первую серию сделок думаю так минут на пять чтобы дать время цене уйти вверх более уверенно пока идет сделка я хочу вам напомнить вообще своей торговой системе кто не знает вообще рассказать о ней и так риск менеджмент заключая в основном по две серии сделок в день вот каждую сделку дроблю чтобы уберечь себя от закрытия в один пункт размер одной серии сделок 5-10 процентов от депозита далее money management торгуя фиксированной суммой в основном очень редко использую принцип системы мартин гейла а если не использую то только в рамках десяти процентов от депозита также использую постоянно принцип стоп-лосса торгую на так называемый хвостик кто не знает или кто не видел моих прошлых видео я просто сейчас приведу вам пример вот заработала 1600 рублей и теперь на этот хвостик в 600 рублей я могу заключить сделку или на хвостик 100 рублей чтобы чистого профита уже у меня оставалось полторы тысячи рублей хочу отметить что риск менеджмент и money management очень похожи по своему назначению это в принципе контроль убытка теперь что касается принципов моего анализа используя постоянно уровне поддержки сопротивления price action или движение цены и корреляции валют вот это в принципе и все но есть конечно же главная фишка эта статистика которая уже миллион раз говорил вам это самая серьезная вещь которую ни в коем случае нельзя упускать особенно сначала какая бы крутая стратегия у вас не было вам необходимо знать насколько она прибыльная в долгосроке то естественно общую картину любой стратегии можно увидеть только со времени уже смотрим что первая серия сделок у меня зашла в минус не расстраиваемся только здесь важно понимать если вы нервничаете необходимо делать перерыв вот после перерыва сейчас будем искать еще одну ситуацию для второй серии сделать день и так смотрю на евро к австралийскому доллару цена в принципе находится на уровне сопротивления вот принципе в зоне сопротивления проверяю корреляцию на валютных парах которых евро на первом месте конечно же она сто процентов не может иногда работать но иногда она очень хорошо работает опять же этот одна из такой вероятностей на которую я постоянно опираюсь если еще посмотреть на евро к австралийскому доллару можем заметить что после пика примерно через две-три минутки идет откат то есть это price action это похоже движение цены так что у нас есть две вероятности которые усиливают усиливают друг друга это уровень сопротивления горизонтальный это price action и это корреляция валют захожу одной сделкой на три минуты как видите как видите зашел одной сделкой на три минуты потом цена ушла еще чуть выше и уже после начала разворота я решил зайти двумя догонами надо еще раз убедиться в том что да реально цена находится на уровне сопротивления хотя евро на некоторых валютных парах других идёт вверх возможно это конечно же ошибкой в итоге может получиться неудачный день но как видим после того как я зашел на развороте цена изменила свое движение с восходящего на нисходящие и я думаю что в принципе вот такая еще похожая как прошлая гора я думаю сейчас она будет рисоваться и мои сделки в принципе должны я надеюсь зайти в плюс понимаете есть еще такая ошибка трейдерская когда вот не уверен в сигнале до заходишь потом начинаешь там ну чуть ли не молиться там суеверия трейдерские еще какие-то появляются много такого встречал но я вам что хочу сказать если у вас есть анализ вы просто сопоставляете эти все вероятности в своей голове и просто заключаете сделки все главное вот заключать сделки и строго по правилам две сделки в день там строго какой-то процент сами себе его ищите сами себе увеличивайте базу знаний для того чтобы опираться на эти вероятности и уже чем больше вы будете торговать тем больше будете замечать похожие ситуации на рынке всяких фишек и естественно их тестировать и отрабатывать и внедрять в свою торговую систему и так видим мои сделки заходят в плюс очень приятно смотреть когда убыток перекрывается главное у нас профит около 200 рублей это отлично это уже не минус и можно вполне заканчивать торговлю на сегодня ну что ж дорогие друзья вот такой вот торговый день у меня сегодня получился даже если мы заканчиваем день в не такой большой профит который бы нам хотелось просто нужно помнить что главное научиться не терять деньги а торговать хотя бы в ноль или в небольшой плюс фактически надо учиться удерживать деньги а прирост депозиту придет сам собой главная мысль которая вам хочу донести чтобы не по итогу дня были огромные плюсы а чтобы по итогу недели и месяца у вас были уверенные плюсы на этом данное видео подходит к концу я вам благодарен всегда за просмотр и поддержку если вам понравилось данное видео обязательно поддержите его лайком и пишите вопросы в комментариях с вами был преподтрейдер всем желаю только успешной торговли всем пока а